Здравствуйте! Надеюсь, что все в полном здравии. Итак, наша сегодняшняя глава называется «Мишпатим». Перевод дословный – это «законы». Всевышний обращается к Моисею и говорит ему, «И вот законы, которые ты предложишь им». И на этом Раши останавливается. Он говорит, что это значит «неимим». Именно «им». Он, естественно, приводит это из Талмуда. И тут выявляется закон. Нам запрещено, если есть два разногласия, если имеется разногласие между двумя евреями, они не имеют права обращаться в светские суды. Не только за границей, а даже в Израиле. В Израиле, там, где суд представляют собой евреи, но эти евреи не живут, как Торо от них требует. Так к такому суду обращаться нельзя. И это ведется до сегодняшнего дня, так водится. В особых случаях, что связано с местными законами, и в особых ситуациях, разрешается нашими раввинами. Подпись опять целого Берлина, должен быть целый суд, не меньше трех специалистов, которые дают согласие обращаться в наружные юридические институты. Мы все полагаемся на то. Раши приводит еще один и во второй комментарий, почему мы говорим «вээйлы» и вот эти. И вот эти, это говорит о том, что это продолжение чего-то, то, что было раньше. Не только то, что говорилось раньше, а то, что вот сейчас было. И только то же самое, что мы говорим вот сейчас. Моисей говорит, это связано с тем, что было раньше. А что было раньше? Раньше было то, что предыдущие были даны на горе Синай, так же и эти даны на горе Синай. Вот то, что мы сейчас изучаем, будем изучать все законы в этой главе Торы, они даны также на горе Синай, как все другие. И тут вопрос, для чего нужно это подчеркивать? Значит, есть в этом какой-то смысл. А еще мы знаем, что есть смысл, который связывает всегда все комментарии, которые приводит Раша. То есть то, что мы раньше говорили, иди к еврейскому Берлину, а не иди в суд. Суд наружный, это связано тоже с тем, что как вся Тура дана была на горе Синай, так же вот это дано на горе Синай. Иными словами, здесь лежит более глубокий смысл. Когда мы идем в суд, в любой народный суд, в любой стране, даже у нас в Израиле, если это не Рабинатский суд, Чем он руководствуется? Он руководствуется законами, которые дал человек. Может быть они очень правильные, может быть они очень рациональные, может быть они логичные, может они даже справедливые. Раша приводит, что даже если есть такой случай, что закон сходится тут с нашим законом, то есть окончательный приговор между этих людей от суда, будет приговор одинаковый, как то, что другие народы дают, и то же самое будет постановление еврейского Берлина, еврейского суда, все равно нельзя тебе туда идти. Другим народам, когда они обращаются в наши суды, их нужно принять, их нужно принять и толковать им по нашим правилам. И очень многие в истории пользовались этим, очень многие неевреи, которые вникали в еврейский суд, в иудейский суд, знали, что это правильное и справедливо, и поэтому обращались к евреям, евреи эти принимали. Это было, конечно, тогда, когда власти позволяли, а если власти не позволяли, вы этого не делали. Какая разница между этим судом и тем, если последствия одинаковые. Вот вышло постановление суда, так и так, и тут бы вышло то же самое. Человеку, который выиграет этот суд, или который проиграет, может быть это одинаково, но шуха на руху это не одинаково, шуха на руху это запрещает. Потому что в этом суде, в этом приговоре, в этом постановлении есть только нижняя степень нашего мира. Мы живем на степень выше, на ступень выше. Мы не можем жить тем самым, что другие живут. То же самое, как мы не можем питаться той пищей, которой они питаются. И не потому, что это не полезно, не здорово или что, потому что это не кошерно. И мы не нарушаем субботу, потому что это нельзя нам нарушать. Мы не можем ехать в субботу на машине, загорать на море. А почему? Такова логика Всевышнего и таково его желание. Мы не можем обращаться в другие инстанции наших иудейских законов. Даже когда это совершенно сходится с нашим законом. Нет запретов. Мы также знаем, что в самих нас заложены в наши торы вот эти мишпатимы, вот эти законы. Это самая нижняя степень в святости этих законов, в их нахождении в духовных сферах. В целом это делится на три степени. Первая, самая высокая степень, она совершенно лишена всякой логики. И ты никогда не сможешь ее понять. Это как закон ходить в микву. Закон ходить в микву, он вообще не понимает, что это очищение, какое. Это же не связано с такой материей. Не лучше ли идти дома, хорошо принять душ, искупаться в бане, сильно взять всякие мыла, всякие средства очищения и очиститься. Нет, это совсем что-то другое. И вода должна быть дождевая, и вода должна быть морская, должна быть природная вода, и с колодца, и с глубокого. Это все связано одно с другим. И когда мы начинаем более углубляться в это, приближаемся к тому, что Моисей подчеркнул перед ними, установи вот этот закон. Вот эти законы, о которых идет речь, разложи их перед евреями. Разложи их очень детально, так, чтобы они все поняли. Но только они должны этим заниматься. У других народов другие законы. Есть законы, которые исходят тоже от Бога. Они имеют силу лишь тогда, когда они проходят передачу через Тору. Это семь заветов Ноя. Как мы знаем, заветы вечные, как вся Тора. Нам было дано 613, им дано семь. И мы восполняем один другого. Обязаны помогать один другому, не ставить препятствия. И речь идет сейчас о том, что даже у нас, у каждого в своей жизни, бывают ситуации, что ему нужно переходить из одной сферы в другую. Так же, как вот эти три медьвод, три вида законов наших. Первый, он совершенно непостижим. Нельзя его постичь и не достичь никаким разумом, никакой логикой. Приводится к этому пример красной коровы. Что она полностью была предназначена для жертвы, для сожжения. А потом из ее пепла, связанного с водой очистяющей, бросали на человека, который загранили духовной грязью, провожая или задевая мертвеца и тому подобное. Его очищало вот этот пепел, сожженный коровы. Но те, которые занимались этим, которые бросали на него, они становились опять-таки загрязненными. Совершенно непонятно. Против логики. Вторая – идут. Вторая категория называется идут. Идут – это, можно сказать, свидетели, можно сказать, знаки. Не знаю, как вам это объяснить. Но это уже уровень ниже, который приводит нас к пониманию. Что там? Например, суббота. Суббота – это уже можно как-то разобрать. Суббота – оты. Это знак такой. Всевышний поставил себе знак. Ну, что кроется за этим? То, что мы отдыхаем. То, что нам запрещено трудиться. Нам запрещено не воспринимать этот день как праздник. Он так и дается, как высокий, духовный. Очень святой день – суббота. Но что мы? Где наш ущерб? Ущерба нет. Мы только отдыхаем. Ну, скажем, нельзя же сжигать огонь, нельзя еще что-то. Но мы соблюдаем субботу. Это как-то откладывается в логике. А когда мы говорим о красной корове, например, или о законах Миквы, или о законах очищения, там никакой логики нет. На каждый миллиметр у тебя километр доказательств обратных. А третье – это наша категория Мишпатим. Полная логика здесь. Все, что заложено вот в этой главе, это все такие, можно сказать, земные проблемы, которые должен решать суд. Судопроизводство – вот эта юриспруденция, и вот это все, что в этих Мишпатим, они даны были тоже на горе Синай, так же, как красная корова, так же, как другие абсолютно нелогичные, непонятные вещи, которых мозг человеческий не очень быстро воспринимает. Проносить жертвы – это мясо можно кушать, это мясо нельзя кушать. На самом деле мы должны все заветы выполнять так, что не имеет значения, наша логика согласна с этим или не согласна. Так почему же все-таки нельзя немножко понять это? Где, где, к чему это ведет нас? Ведет нас к тому, что каждый из нас знает, что в нем имеется его душа, животное, природная душа. И в ней вот эти четыре качества – огонь, ветер, ветерность, воздух, вода и земля. Вот эти четыре элемента имеются в этой душе. И каждый из них действует и дает человеку некие чувства, очень мощные. Одно чувство гордыни, другое чувство лени. Он ленится встать, он ленится что-то делать. А когда мы говорим «гординя» – это элемент огня, это не только гординя, это только если меня кто-то задел, я его не знаю, что я с ним сделаю. Также имеется элемент воздуха. Элемент воздуха – это пустые разговоры, пустая трата времени. Это никого не убивает, никого не банкротит. Но ты сам себя губишь, теряешь время попыску. Особенно сейчас, когда есть интернет, и есть все, что происходит в интернете, все вот эти социальные сети – это же переполнено убийственной пустотой. Люди получают зависимость, и день и ночь глядят в это. И что это им дает, это их вводит назад, совершенно в другое направление. Пользы от этого никакой. А мы уже знаем, что было во время Великого потока. Мы знаем, что предшествовало этому. Не хотим, чтобы это случилось еще раз. Мы даже не хотим думать об этом. Мы хотим, чтобы мы жили счастливо, выполняли волю Всевышнего, и чтобы Он нам давал все блага, которые у Него есть, которые сотворил в этом мире. Он же сотворял этот мир ради нас, чтобы нам было хорошо. Но с другой стороны, мы не можем открыть все, что Он заложил в нас, без того, что мы будем бороться с какими-то препятствиями. Вот от этого напряжения, и от этого усилия нас никто не снял. Всевышний не снимал нас от этого. Наша обязанность любить человека, даже если он тебе ничего не сделал, даже если он тебе никакой подарок не дал. Уважай человека, поскольку мы созданы в образе и в подобии Всевышнего. Все люди, между прочим, не только евреи. И все люди знают, что им ничего не страшно, и они должны выполнять то, что Всевышний им сказал. А Всевышний сказал, что нельзя убивать, нельзя поклоняться другим богам. Бог есть один-единый, и нужно устанавливать законы, чтобы были суды. Всевышний обязывает совершать суды, чтобы были судьи ученые грамотные, которые подходят по всем данным быть судьей, чтобы были честные, благородные. И жить правильно – это закон, который нам дал Всевышний. И он это дал через Тору. Какие законы сказал Всевышний Ною, когда он вышел из Ковчега после потопа. Это мы узнаем из Торы. И поэтому мы должны выполнять все эти законы. И эти 613, кто выполняет, и те, кто выполняет всего 7, тоже должны выполнять, потому что это написано в Торы. Они в другом месте. И вот это требует от нас каждое слово в сегодняшней главе, что называется «законы» – Мишпатим. Дальше тут еще один элемент, который Раша приводит. Эти разделы из Мишпатим даны на горе Синаи. Но почему эти законы примыкают к разделу о жертвеннике? Раздел о жертвеннике находится несколько раньше, но это близко к нам. То есть там уже речь идет о храме и все такое. Да Крашик говорит так. Сказать тебе, что Сан-Эдрин – высший духовный суд, 71 человек их было, их местонахождение было в самом храме, что Сан-Эдрин должен собираться в храме у жертвенника. Вот там они сидят, и оттуда они сдают законы, и оттуда они принимают свои судебные решения. А почему это так? Тут мы уже начинаем немножко понимать, что это все связано с духовностью. Когда мы знаем, у пророка Хагай написано, ясная дата, когда это было сказано, в какой день это было сказано. Это было сказано в седьмой месяц, в 21 сентябре, 21 день, яд вар Ашем, и яд хагай, анави, и мур. Кико, амар Ашем Цваот, так сказал Ашем Цваот, еще немного, совсем немного, и я делаю громадный шум, вроде как землетрясение, на небесах, на земле, и в море, и во всей суши. В Иерашти я потрясу от кола Гоим, все народы, у бау, хемдад, кола Гоим, и придут, дорогое, всех народов, и я заполню, умилайте, это баит, азек, кавод, амар Ашем Цваот. И вот этот дом заполнится почетом. И он продолжает дальше. Ли Акесер, вели Азахат, ну амар Ашем Цваот. Серебро и золото, это мое все. Принадлежит мне, говорит Всевышний. Гадолиек, вода баит, азе, ахарон мина решон. И будет велик, почет этого дома, последнего будет велик, больше, чем был первый. И лишь потом я дам мир всем и всему. Спрашивается, «Гадолиек, вода баит, азе». А как он будет гадол? Где данные? О чем речь идет? Так об этом говорит нам Талмуд. Гадолиек, вода баит, азе. Имеется тут два комментария. Один комментарий говорит, что он будет больше по величине, по площади, по мосьме. А другой говорит, что он будет больше по величине, по времени. он будет дольше стоять. О чем идет речь здесь? О каком храме последнем? Когда было сказано вот это пророчество, евреи были в Галуте после первого храма, которого разрушили. И мы были тогда в Галуте ровно 70 лет. Затем построили второй храм. Зачем построили второй храм? Ну, чтобы был у нас храм. Но во втором храме недоставало очень много важных элементов, которые были в первом. По уровню святости там недоставало очень много важных элементов. И он не был на том уровне, как был первый. Так можно тогда немножко ошибиться и подумать, что речь идет, что его почет второго, имеется в виду почет второго, но почет второго не может иметь в виду, когда он был на уровне ниже. Значит, велик будет почет последнего храма больше, чем это было в первом. Как же это понять? Тут мы опять обратимся немножко в Хасидут. Это ключ для понимания всего. В хасидизме написано, что три храма это против трех наших праотцов. Аврагам, Исаак и Яков. Первый это был Аврагам, первый храм, он был самый долгий и самый красивый. Второй был ниже уровня и не стоял так долго, стоял на десять лет меньше. А третий мы еще не говорим. Значит, первый это Аврагам, второй это Исаак, а третий это Яков. И как это все связано? Какое это имеет отношение? Аврагам, мы знаем был Мидат Ахэсет. Он был милосердием, безграничное милосердие. В милосердии есть несколько видов. Скажем, я вижу какого-то несчастного человека, ни с чего, и я хочу ему помочь. Даю ему сколько у меня есть, и как я могу, но все исходит от меня. Он для этого ничего не делает. Он, наоборот, он бездействует. Мы знаем, что Гвура, например, второй Ицхак, жесткость, в некоторой степени жестокость, он тоже хочет дать, но у него желания большого нет, но он говорит, тому положено, надо строго соблюдать закон. Ну, положено. Закон говорит, что положено, значит, нужно дать. А третий Яков, Тиферет, это жалость. Даже если не положено, надо все равно дать. И неважно, тот заслужил или не заслужил, но знайте, что он заслужил. Что это символизирует? Так объясняет Хаседут, что первый символизирует цадыкин, разного вида цадыкин. Второй символизирует разного, разных категорий цадыкин. А третий Якова символизирует балы и чува. Это те, которые хозрын и чува. Они находятся на много степеней выше всего остального. И они принадлежат к третьему храму. К третьему это к нашему будущему. Храм. То есть вот эти последние две тысячи лет, что мы проходим, все, что мы проходим, это то, что строит нам третий храм. Без этого мы бы не могли построить его, а он уже строится. Поэтому мы начинаем уже ощущать искорки того, что становится все лучше в пользу евреев, в пользу Израиля. То, что все вокруг и очень многие становятся на дыбы, так это у них стадия агонии сейчас. У клепы есть такая вещь, что называется агония у нечистой силы. Это сейчас происходит, приведет нас к тому, что мы будем все в третьем храме. А третий храм, он уже не будет мериться, на сколько сантиметров он выше или на сколько дней или летом он стоял дольше. Третий храм будет стоять вечно. Не тава кудыш буро хулиет лоди раба тахтунин. Весь этот месяц мы говорим о том, что постоянное местонахождение Всевышнего это в нашем мире батахтунин. Все остальное это по дороге к цели, а цель она здесь. И наша задача до сих пор, что происходило, совершалась из духовного материального. Пока мы добились, вот мы сейчас находимся материальными, мы есть, мы ощущаем, что мы есть. Всевышний хочет, чтобы мы сейчас все это обратили в духовность. Мы, наша задача, наша служба сводится к тому, что мы должны материальное приводить в духовное. Каким образом? Для этого дана нам Тора и Митцвод. И там на каждой степени есть, где ты приближаешься к материальному, где ты приближаешься к духовному. Отдаляешься от материального, приближаешься к духовному. Поэтому у нас так много молитв, которые сводятся все в одно, чтобы думали только раз. Думайте, 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 размышляйте, понимайте. Когда вы что-то делаете, вы должны делать с большой энергией, с большой радостью. А как можно радоваться, как можно любить по указанию, по приказу любить, это трудно. но когда задумываешься над какой-нибудь митвой и начинаешь анализировать ее, начинаешь понимать, насколько Всевышний к тебе благосклонен, насколько Он добр, что дает тебе эту митву, и эта митва тебя связывает со Всевышним, и ты превращаешься в духовное, это уже совсем другое дело. как, например, в Шаббат, в любую другую трапезу, связанную с какой-нибудь митвой. Мы кушаем, нам нужно кушать очень вкусные вещи, иметь удовольствие от этого, в субботу надо иметь удовольствие, и в празднике особенно, так же, как нужно веселиться в празднике, нужно пить вино, и каждую субботу мы пьем вино, и кушаем ясно очень такие царственные, но у нас направление духовное. Мы должны знать, ради чего мы это делаем. Это сводится к тому, что у человека одновременно должно, он должен руководствоваться двумя видами мышления. Одно мышление поверхностное, общее, а второе конкретное. Вот это общее мышление, это цель. Какая у него цель? У него цель почувствовать единство Всевышнего, что Всевышний является владыкой этого мира. Он создает погоду, он создает атмосферу, создает все. Он дает нам жизнь, вся жизненная энергия это он. Сколько веков уже пытаются все это исказить, и ничего не получается. Он делает людей здоровыми и он делает их больными. Из его личных соображений. Одна вот эта мысль, когда мы встаем рано утром и знаем, что сейчас мы благодарим Всевышний, что он вернул нам душу, благодарим его, и будем его распевать, и будем выполнять его заветы в течение дня. Все. На этом наша общая сопровождающая нас, наша мысль заканчивается, она не входит нам во все внутренности мозгов, которые должны руководствоваться во время всех наших дел. И теперь мы идем на работу, на занятия, каждый, что он должен. Мы знаем уже, для чего мы это все делаем. Мы знаем, для чего мы хотим заработать много денег, для чего мы хотим быть грамотными, для чего мы должны знать науку. Мы это все уже знаем, и идем туда. Мы уже находимся в правильном направлении, в правильном русле, и сидим в правильной лодке. Едем куда надо. Есть такая книга «Энергия еврейской женщины», которую издала супруга моего сына на Украине. Ее зовут Дина Стамблер. Книга хорошо написанная, легко читается, и очень интересно, завлекает сразу. Я рекомендую почитать эту книгу. она там пишет рассказ один про большого хасида, которого звали Реб Бинямин Клецкер. Был купцом большим, лесом он торговал, закупал большие территории леса, вырубал, обрабатывал, и этим он торговал, и очень успешно торговал. Был там случай, что на это обратили внимание, те, кто были вокруг него, он делал подсчет с покупателями или с продавцами, я не знаю точно как, и вот пишет, он пишет, это плюс, это минус, и в конце он говорит, а итог, и он, лицо у него изменилось, и говорит, итог один, кроме Бога ничего нет, нету, нету никого, кроме Бога одного, это итог, вот это сознание сопровождало его всегда, что бы мы ни делали, мы делаем ради того, чтобы вести правильный образ жизни, но мы помним главную цель, и главная цель, она властвует над нами, это в том случае, если мы получили Тору на горе Синай, а эти горы приходят к нам и говорят, слушай, ну что это такое, отступись чуть-чуть, ведь можно и так обойтись, без этого, зачем так далеко заходить, зачем идти на такую крайность, давай будь немножко мягче, вот так говорит, так приводится в Талмуде в Месехет Шаббат, там приводится, что он никогда, вот это его путь, это его дипломатический подход, его афера, он подходит к человеку в такой момент и начинает его гладить, успокаивать и говорит, слушай, я же ничего от тебя не требую, чтобы ты отрекся от чего-то, не дай бог, нельзя отрекаться от указа Всевышнего, но если ты сделаешь вот это вот так, ничего не будет, Шухана Руха останется на месте, и Тора останется на месте, там меньше не станет, и ты останешься на месте, ничего не будет, и таким образом он каждый день приводит ему что-то новое, в корешнем итоге он говорит, а ну идем вот тут костер недалеко, тут церковь или еще что-то, и затаскивает его туда, так говорит геморраг в Талмуде, между прочим, весь наш Талмуд сегодняшний прошел цензуру, и прошел цензуру вот эту здесь, в этой стране очень сильную, что здесь относились серьезно ко всему этому, и строго, со всей строгостью, насколько они могли. Был случай, когда здесь один из знатных дворянских людей, кольских аристократов из фамилии Потоцкий, ехал там учиться с другом в Италию, это было где-то в середине 18 века, в начале может быть 18 века, и там они столкнулись с каким-то евреем пожилым, видели, что в нем есть вот особенно, и он пытался что-то объяснить, они поняли, и короче, они оба перешли в юдаизм в конечном итоге, вернулись в Польшу, потом уехали из Польши в Амстердам, друг его остался в Амстердам, и там это разрешалось, а здесь была смертная казнь за это. А он вернулся сюда, граф Потоцкий, его звали Валентин Потоцкий, он вернулся тогда в Российскую империю, что вся эта часть была Польша, и тут властвовала католическая церковь, и его сожгли на костре живьем, за то, что он осквернил католическую веру, предал ее. До сих пор, зная, где могила, немцы разрушили там все кладбище, это было в Вильнюсе, но этот день запомнили, день седьмого Сивана, шестого Сивана у нас была Тора. После получения Торы на завтра он был сожжен, седьмого Сивана. Здесь, в Польше, это было, кажется, в 1749 году. Потом, через пару месяцев отыскали вот этого пожилого еврея, его тоже казнили, но его не сжигали, потому что он же не предал своих веров. Его мучили, садили в серву, и там он скончался где-то. Но вот это суть наша. Мы не можем допустить, чтобы наш Ейцер Гора где-то в чем-то нам диктовал поведение наше. Даже на миг мы не можем ему отдаться, без никаких снисхождений, которые Бог сказал Мессею, вот эти законы передай им. Что значит им? Что мы должны жить, как живут на горе сверху, сверху, как мы должны провести все это в нашу каждодневную жизнь. Каждодневную жизнь мы должны отдавать себе отчет, как я должен жить сегодня. Утром такой отчет, а вечером перед сном посчитать, как прошел день, и лечь спать с добрыми мыслями. А вот эти мысли тебе дадут ночь. Правильная ночь даст тебе правильное утро. А потом целый день будет правильный иудейский день. Был один большой хасид, его звали Лейбшейнин. И он говорит, в Шулхана Рухе написано, Шулхана Рух начинается от того, просыпайся, возле тебя стоит Всевышний Царь, проснись, выпрыгни из кровати, набери в себе силы, как левый, и идти выполнять службу Всевышнего. Он говорил Рейбейбе, как можно проснуться и встать как лев, если ты пошел спать как собака? Как ты можешь? Это не может быть. Это не идет вместе. Надо хотя бы поднять голову в правильное направление. Был известный хасид, я не раз упоминал его имя, Рейбмендел Футерхвас. Он сидел в свое время при Сталине и чуть-чуть дальше ему пришлось быть много с казаками. Казаков тогда тоже много сажали. И он рассказывал всякие истории, что он слышал от них. И вот он рассказывал такой случай. У них было перед, у казаков был такой обычай, перед боем, им раздавали водку, горилку, они напивались, и потом шли в бой с песней, с маршалом, всем, что нужно. Однажды пришел их атаман проверить, как они там бойцы на передовой, и он увидел, что они все лежат, целый ряд, лежит головой в тыл. винтовка у них направлена в ту сторону, а они из этого копы туда, совсем не в направлении врага. Он начал кричать, что это такое, где? Он говорит, вы же атаман сам бы сказал, чтобы раздаться. Ну да, я сказал, я к тебе имею претензии, что они пьяные? Нет, меня это не трогает. Я только говорю, даже когда они пьяные, голова должна быть в сторону врага, вот туда, в то направление должно быть. враг должен быть всегда на уши. Так то же самое здесь. Мы должны понять, что все время происходит борьба, настоящая борьба между добром и злом, между тьмой и светом, между мраком и густым мраком и светом. И это никогда не прекращается. Нас подкараруливает это на каждом шагу. Но вот если мы примкнем полностью к Торе, и сейчас слава Богу много вышло на русском языке, на английском языке, на всех языках, можно заставить себя считаться с этим, привязаться к этому и всеми, всеми силами вкладывать все, чтобы нам было хорошо. Не за счет земного блага, не дай Бог. У нас очень и очень не полагается отшельничество. Совершенно не рекомендуется. Отшельничество это не наша песня. Мы должны жить нормально, веселиться, иметь удовольствие, но выполнять заветы. И нам заветы возмещают все это. Возьмите первый завет только. Платите силы, замножайтесь. И Всевышний дал силу человеку, вставил в него такой шуруп, такой чуйник, что именно когда он совершает акт того, чтобы привести новую душу, нового человека сюда, выполнить плодитесь и разомножайтесь, у него самое большое удовольствие. Но поручить это нельзя. Не ради того, чтобы сейчас были однополые браки, и все можно, и нет никакого запрета. У каждого из вас есть доступ к Батайхабад, там Батайхабад знает, что такое Мушер Абейну. Мы имели дело с ним на протяжении десятков лет с Мушер Абейну. Живьем видели его. Он давал нам все, что нам нужно было и материально, и духовно. Дал нам главное взгляды, видеть правильно мир, свет, анализировать и больше того, чувствовать правильно происходящее. Это все дал нам Всевышний. И мы это имеем, получили отреды. Всевышний дал это через дреды. Как Всевышний говорил, а Авди Муше, он говорил, мой слуга Муше, Моисей. Как вы смеете говорить над его? Скоро, когда Мессия придет, так у нас будет, что этот мир уже будет на уровень выше, мы останемся, души наши останутся в телах, в тех же самых. Но порядки жизни уже изменятся, у нас будут духовные порядки, мы будем видеть иначе. Как мы сейчас говорим, в Немар, вот так говорится в Танахе, в Негла квод, Ашем, в Рау, колбасар, яхдаф, и явится слава Господа, и увидит ее всякая плоть. Все вместе, воистину будет так, ведь вста Господа из Реклета. И тут спрашивается, что значит явиться слава Господа? Это значит Всевышний откроется, это явится нам. В Рау колбасар яхдаф, и увидит ее всякая плоть. Это наши глаза мясные, мы увидим Всевышнего. Я понимаю, что если открылся нам почет Всевышнего, то я уже сам понимаю, что открылся, значит мы видим. Он тут добавляет в Рау колбасар яхдаф кипи ашем дебер. Нет, этого недостаточно. Если он только он открывается, этого недостаточно. Достаточно будет, когда мы сами это увидим. Вот для всего этого Всевышний сотворил свет, сотворил весь мир, и именно в той форме он сотворил. Вот как мы и есть. Мы должны своими глазами это видеть, а для того, чтобы мы видели его своими глазами, то мы должны немножко трудиться, чуточку. И тогда у нас вдруг глаза будут видеть другими измерениями. И с одной стороны явятся Всевышний, с другой стороны наши глаза будут способны воспринять его. Войдем в новое тысячелетие, а потом уже через тысячу лет в вечность, там уже все будет меняться. Будьте здоровы. Салом! день кас tua с , до до до